Привет, зрители! Я тут что-то раз так внезапно решила кое-что заснять. Доехала я до одного магазина, вообще до двух. Но в одном то, что надо, не было, и в принципе про него пофиг. Интересно, может глянуть телегу, я там феерически офигеваю и так далее. Не то, чтобы у меня нет пленки, но я тут позавчера словила какое-то такое вдохновение. Оно у меня случилось последний раз, когда я на сессию ездила 10 лет назад, когда я в какие-нибудь путешествия ездила, лет 8, может, назад или 6 даже назад. Когда-то так, когда месяца за полтора вещи собираешь. Я кое-что покидала в пакетик, то, что надо бы в деревню взять. Ну, в смысле, у нас как-то ездили родственники пчелам, а я не знала. У меня, ну, у них, может, места не было, может, я не помню. Но получилось так, что если бы я знала, что они поют, я бы могла туда кое-что послать, чтобы оно там лежало уже. И я тут кое-что собрала. Когда собрала, поняла, что мне надо, чтобы у меня что-то еще оставалось дома. Про запас. В общем, пленка пищевая. Я вообще туда ехала, вот, она просто в другом дизайне. Я туда ехала в черном коте, ну, ближе к часовому. И еще черный кот был где-то в центре, но он, я так поняла, переехал, но я туда еще не доезжала до того места, куда он переехал. И до того места, где он был, я тоже не доезжала, не доходила, чтобы глянуть, что там с этим местом случилось, почему он переехал. Короче, домовушка в каждом доме. Мне очень нравятся вот у них вот эти вот пакетики, домовушка, пленочки пищевые, домовушка, коврики для выпечки, домовушка. Короче, мне очень нравится домовушка. Про домовушку я узнала на Вайтбрис. Один заказ в Вайтбрис мне так до сих пор еще и не дошел. Он где-то затерялся. Техподдержка молчит с ботом Сбербанка. Я пообщалась и поняла, что бот Сбербанка писали примерно те же, кто допустил то, что в Вайтбрис неделю с лишним назад случилось. Короче, как-то вот. И я подумала, что на Вайтбрис пока заказывать не стоит, потому что я что-то пыталась заказать и союшел самой. Он на 20 рублей с лишним дешевле, чем на Зоншес. 550 миллилитров. Но обычно там как бы вылазит через сколько оно доставится, когда оформляют заказы, а тут ничего не вылазит. Я думаю, да ну нафиг. Домовушка мне очень нравится. Если ты зритель юзаешь и тебе тоже нравится или не нравится, вдруг. Дай, знаете, комменты. Ну или это, если ты вдруг ищешь что-то такое хорошее, да, дома и недорогое, то вот я тебе советую. Да, мавушка? Тут даже вон дата есть жизни. Обалдеть. А нет, они просто дату жизни печатают, как вот в Азии принято. Сначала год, потом месяц, потом день. А я что-то так тнулась, я думаю, 19-й год. Я ж только полгода назад про неё узнала, она уже вот такая древняя. Это 19 февраля 22-го года сделанная. Так, у меня тут даже где-то есть чек. У меня там безжалостно орали кодомоно. Кодомо. Ото коно кота в лице пяти человек. Я просто вспомнила, что одну мадаму, ну некоторых бомбила, вот знаете, мне приколадок это. Всё, я тебе отписываюсь, потому что ты сказала это слово. Думаю, блин, вот это слово тебя бомбит, а весь остальной мой сленг тебя устраивает, да? Короче, я решила постебаться. Вспомнила, что на япе обозначают от оконоко. Так вот, у меня что-то сегодня так шастают очень близко у окна, у яблони. Я надеюсь, не по определённому поводу шастают, а то иногда пошастают, а потом ванизма под окнами. От оконоков в районе пяти, в количестве пяти человек, примерно одного образца. Когда я пришла, они дико вопили. Когда я села писать ролик, они ещё вопили. Вот сейчас смотрю, заглохли. Я ещё закрываю балкон, они всё равно вопят, слышно их. Короче, плёнка 29 сантиметров на 20 метров. Домовушка 28 рублей 97 копеек. Как-то непривычно. Обычно там 99 копеек, а тут 97 копеек. Так, если мне как бы сломалась кисточка, ну как не то, чтобы сломалась, я её доломала. У меня была кисточка, которой я обычно масло маслила, такая силиконовая. Потом я её мазала, не масло, у меня была отдельная кисточка, в смысле есть отдельная кисточка для масла, специально такая маслёнка. Вот пекла я последний раз булочки и хлебушки, и у меня, ну пирожки и хлебушки. Мне надо было кисточку, чтобы ей смазать эти верхушечку хлебушек и булочек водичкой там, или яичком, или ещё чем-нибудь. И у меня была кисточка, у неё там как-то несколько волосинок, уже откинули копыта, а ей, ну она прилично так. Я, наверное, её покупала, я даже не помню где, может фикси, может не фикси. Был у меня уже этот видеоблог или не был. Ну, короче, ей лет 6-то точно, лет 7, наверное, этой кисточки. Я думаю, надо бы купить кисточку отдельно, чтобы она была вот чисто, чтобы смазать булочки, когда их выпекаешь. И вот кисточка. 49 рублей на ней написано. Кисточка для выпечки силикона 1 штука 17 сантиметров. Сделана в Китае. Так ли она по чеку? Кисточка-то где? 48 рублей 96 копеек. На 4 копейки меньше, чем цена тут. Наверное, это пошли продавцы навстречу покупателям. Я вот была в ДНС, чтобы глянуть одну вещь. А там вообще я не засняла, но я видела эти приколы в интернете, в ВКонтакте, ещё где-то там. Что такая вот бумажка над товаром, а цену, уточняйте, у продавца на кассе. Я думала, офигеть, пришла в ДНС, а оказалась на рынок. Пакетики. Ещё пакетик. Два пакетика. Это прямо СМР можно было бы сделать, если заранее знать. Кисточка. Вот здесь пластик. У меня-то там металлическая штучка была. Тут кисточка. Свет у меня сейчас передаёт её более жёлто. Что-то он такой яркий, блин. Может ещё потому, что у меня полторы лампочки наверху. Короче, она на самом деле оранжевая. Может надо как-то потусклее сделать лампу. Она тут на меня, блин, светит, 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 светит. Да. Вот, смотри, зритель. Оно практически такое, как есть. Я вообще сегодня планировала смонтировать уже эту лампу. Обзор на неё. Но что-то я всё время по максимуму делаю. И оно так ярко в глаза светит, что надо бы как-то ведь уменьшить. Можно же не совсем на максимум. Можно на минимум, можно на средний делать. Но что-то у меня пока не случилось. Но я вот, может, сегодня всё-таки начну монтаж. Я поняла, как надо сделать, чтобы мне было легче. Сделать этот монтаж той обзорной лампы, которая сейчас светит сзади камеры. Она у меня немножко, она слушает зрителя. Она снимается и обратно одевается. Может отдельно вот эти фигни продаются на случай, когда вот вдруг оно откинется. И надо снять и поменять. Короче, кисточка. Удобненькая, маленькая. Так, с чего у меня тут ещё остались? У меня тут ещё осталось. Клирлайн. Пакеты для заморозки. Мне кажется, от этой фирмы я на Вейсберис покупала пакеты с ароматом морского дна, хочется сказать. С морским ароматом для мусора. Такие вот, чтобы можно было ещё завязать и вытянуть. Кошка что-то такое сотворила, очень шумное. А тут я хотела пакетики для заморозки. Ну, у меня как бы там были домовушковые пакетики. И я один рулончик в 100 пакетиков сунула в пакет в деревню, а один оставила, который уже начатый тут. Аж чисто, чтобы вот пакетики для заморозки исключительно. Хотя они тут написаны универсальные пакеты для заморозки. 30 штук. Сейчас с тобой их выскроем. Синенькие, обалдеть! Я как бы видела, что они синенькие. Причём, с одной стороны, они такие шершавенькие немножко. А с другой стороны, они гладенькие. Хорошо отрываются, так легко даже. У меня там много всяких пакетиков. Я как-нибудь их разглажу и сложу. Потому что ту плёночку, которая с Green Momma, с этого, с последнего СМР, она у меня как-то... Ну, в общем, я её вытянула в итоге, потому что она местами грязненькая. И вообще как-то ей не повезло от кошки. Довольно такой большой, хороший пакетик-то. О! Пакетик он передают именно так, как есть. По цвету. Сейчас скажу, почём пакетик. Чек только найду. Где там-то был. Сейчас, куда это дело? А, вот он. Чек с кисточкой. Пакетики! Вы где? 29 рублей 87 копеек. Ну, они примерно так по ценнику, по-моему, ушли. Там я смотрела, что 29 с копейками. Так, и ещё пакетики. А, это одно и то же фирма, Акаццо. Ну, домовушку я тогда брала в центральном коте, который на самом деле вроде как вообще в чеке называется. Лобейн. Хрен знает, когда-то он изначально был кот. Клэрлайн. Клэрлайн. Она, кстати, очень густая. По сравнению с чистотеловской, она беленькая. По запаху она напоминает такую же выдумщиков, только вот как брикетиком идёт для обычного кускового мыла. И она по консистенции очень такая, густой такой конкретный гель. У меня, правда, сейчас волосы уже слежались, потому что я в шапке шастала. Какие немножко шершавенькие. По-моему, они. Ну-ка. Они шершавенькие с двух сторон, эти пакетики. Относительно голубых. Байси. У меня пойдут про запас на случай, чтобы мало и закончатся те пакетики. А тут есть пакетики. Или надо отмотать немножко и снести в сад, чтобы там были пакетики. Какая-нибудь растительность выросла, положил в пакетик. Более счастья. Вот. По сравнению с голубыми, кажется, что они менее плотные, чем, допустим, голубые. Где-то они. Пакетик не падай. Так. Пакеты фасовочные. 100 штук. 42 рубля 96 копеек. Да, вот они, короче, побольше штучек в пакетике. Ну, в рулончике. 100, а не 30. Но они менее плотные, чем для заморозки. Ну, и они подороже, сынка. Терапически. А что мне тут есть одна штука? Я как бы стараюсь сейчас не покупать то, что я могу сделать сама. Но если это делать несколько геморно, то иногда я себе позволяю это купить. О чем речь? Маршмеллоу. Идеально кофе. Нет жира. Высокое качество. Состав нормальный. 16 декабря сделано. До 16 декабря этого года живет. 40 грамм. Там был большущий какой-то пакет дорогущий. А что мне этот? Ну, маленький такой. Можно щен захомячить. Можно так захомячить. Можно в кофе там добавить. Я тут лайтовый кофе покупала. Я не помню, обозревала его или только, может, в телеге писала. Может, вообще в телеге не писала, а чисто каким-нибудь там знакомым писала. В магните за 499 рублей на кассе купила в солнечном как-то. Вот можно туда зафигачить. Я давно вообще лайт катану не покупала бусида. Как-то у меня там какой-то полудешевый кофе. Есть остатки какого-то бусида, плюс еще смесь. Ну, смешала их с каким-то там, с каким-то кофе русского. Вот, по-хрену, какая фирма. И что-то я как-то на матчу с молоком посела. И поняла, что надо бы на короб переходить обратно. Потому что как бы ногти стали плохо расти. Не хватает им того, что есть в коробе. Так вот, я тут говорю, показываю, но цену не заявляю, да? Где-то оно. Жевательный зефир маршмелл. 25 рублей 88 копеек. Ну, что, за 25 рублей, блин, в какой-нибудь там пятерке рублей около 100 будет подобный пакетик. А тут 25 рублей, еще копейки какие-то. У меня на самом деле там еще были чипсы, но они на кухне наполовину сожранные. Я что-то так давно хотела чипсов. Как бы моя подружка сказала, хотела отрываться. Химии хотела. И я стояла и хомячила эти чипсы на остановке, в ожидании чего-нибудь. В цветочный, прям практически мулбанг в оффлайне. Потом пришла, у меня кошка унюхала эти чипсы. Ей очень захотелось, видимо, попробовать что-то хозяин ест, мне не дает, да? А я ей положила чипсы, но я не знаю, что сейчас с чипсами, они там на кухне. И у них не очень такой хороший состав на самом деле. Я сейчас буду заваривать себе зеленый чай с молоком. Меда возьму с водичкой тепленькой, чтобы на всякий случай у меня там никаких обострений еще и в желудке не возникло. Ибо сейчас весна. Ну вот, вот. Вообще все вместе мне это вышло на 219 рублей 50 копеек. Чипсики у нас стоили, сейчас найду вообще, где эти чипсики. Чипсики стоили 42 рубля 86 копеек целых 100 грамм. Со сметаной и луком. Ну, если тебе интересно, зритель, ты можешь дать знать в каменке, типа, Лёля, сфоткай чипсики. Скинь там, ну, на страницу сообщества в разделе, вот, сообщества на канале. Или там в Инстаграм. Я вообще редко захожу в Инстаграм, когда вспомнил. Или там в телегу. Ну, или в личку пошли. Ну, может, сфотку это в телегу закину. Короче. Вот. По сути, тут половина того, что не особо и надо. Ну, вот, я ехала в одно место, так как там ни черта не было, что нужно. Поняла, что, ну, просто так вот доехать до места, где рядом ещё чёрный кот. И не зайти в чёрный кот как-то ни то, ни сё. Учитывая, что чёрный кот довольно далеко от меня. И специально так вот туда не поедешь. Ну, если только вот. В смысле именно, что специально куда-то и плюс туда зайти. А вот так вот просто прокатиться уже как-то не с руки. То я решила зайти в чёрный кот. Кошка у меня прыгнула. Ты-то её, наверное, не видишь. Вот она. А может, там кусочек кошки в кадре и зацовывается. Короче, всем спасибо за просмотр. Ну и это. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!